В эфире «Сыскное дело» в студии Алина Чемерис. Здравствуйте! Сегодня в программе я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях, резонансных судебных делах, масштабных спецоперациях и подведем криминальные итоги недели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тех, кому не удалось спастись – шестеро жителей Самарской области. Всего билеты на роковой рейс в Самаре купили 13 человек. Как выяснилось, автобус принадлежал самарской компании-перевозчику. Сейчас ее директор задержана. На предприятии проходят обыски. Областная прокуратура проводит проверку. Виновников аварии устанавливают. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еще одно ДТП с участием общественного транспорта в выходные произошло в Самаре. К счастью, в этом случае никто не погиб. На улице Авроры столкнулись автомобиль «Форд» и 21-й автобус. По предварительным данным, водитель иномарки выезжал на Аврору со стороны Антонова-Овсеенко и при повороте налево не уступил дорогу маршрутке. От удара автобус вылетел на тротуар, врезался в светофор, а затем в опору рекламного счета. В аварии пострадали трое пассажиров маршрутки и 22-летний водитель «Форда». Всех госпитализировали. Сняла порчу за полмиллиона рублей. 70-летняя жительница Самары заявила в полицию, что неизвестная женщина похитила у нее крупную сумму денег. Выяснилось, что деньги подозреваемым пенсионерка передала за сеанс по снятию порчи. 20 июня к ней подошли две незнакомые женщины и сказали, что на нее наложена порча. После чего женщина пошла в банк и сняла все свои сбережения. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» одной из женщин на вид 55 лет, рост 160 сантиметров, плотного телосложения, волосы темные, представлялась Тамарой, была одета в цветную трикотажную кофту, темные штаны. Рост второй подозреваемый – 160 сантиметров, лицо круглое, широкие плечи. Представилась Мариной. Была одета в бордовые брюки, черную трикотажную кофту, черную ветровку. При себе имела сумку белого цвета с вышивкой из красного бисера и сумку в форме корзинки. Полицейские просят всех, кто обладает информацией о мошенницах, сообщить по телефонам, которые вы видите на экране. Или по телефону 020. Потенциального террориста выдворили из Самары. Гражданина Таджикистана депортировали из-за повышенного интереса к деятельности запрещенной во многих странах мира Международной террористической организации «Исламское государство». Ахмедов попал в поле зрения оперативников ФСБ в конце апреля. По данным силовиков, он не только просматривал запрещенные экстремистские материалы в сети интернет, но и, возможно, собирался выехать в Сирийскую Арабскую Республику, чтобы вступить в ряды ИГИЛ. Сделать ему этого не позволили. Иностранец был задержан. Замдиректора Самарского завода «Коммунар» задержали по подозрению в покушении на мошенничество. Спецоперацию провели сотрудники регионального управления ФСБ. Уголовное дело передано в Следственный комитет. По предварительной версии, подозреваемый обманул директора одной из фирм, пообещав ему заключить договор с заводом на выполнение строительных работ. Через своего водителя он получил от представителей фирмы более 1 миллиона рублей, а также муляж 500 тысяч рублей, после чего был задержан. Предполагается, что водитель, через которого передавали деньги, был не в курсе происходящего. Вину задержанный не признает. Езда по правилам и без. Летом по статистике учащаются аварии с летальным исходом, с участием байкеров и велосипедистов. Если первые априори должны знать правила дорожного движения, они заканчивают автошколу и получают права, то вторые зачастую даже не брали в руки книжку ПДД. Как борются с нарушителями, увидел Сергей Кизоркин. Профилактика ДТП с участием байкеров – первостепенная задача для самарских инспекторов ГАИ. С наступлением лета резко поползла вверх отрицательная статистика. Мотоциклисты и велосипедисты столкнулись с автолюбителями на городских магистралях в 83 раза. Погибло три человека. Увечья получили 90. Каждый второй, попавший на велосипеде в аварию, ребенок. Виноват в каждом третьем случае именно он. Поэтому не случайно рядом с зеброй часто можно увидеть полицейские патрули. Они рассказывают нарушителям правила дорожного движения и раздают брошюры. И на других мероприятиях будем принимать то же самое активное участие, пропагандировать именно безопасность дорожного движения, для того, чтобы мы могли снизить травматизм от дорожных происшествий, ну и в конечном счете сохранить жизни как молодых участников дорожного движения, так и простых граждан Самарской области. Мотоциклисты еще как-то ориентируются на дороги. Они закончили автошколы и получили права. Однако любят устраивать гонки по городским улицам со скоростью 100 км в час. Все нарушают примерно одинаково. Я думаю, нет разницы большой. Если, допустим, мотоциклисты, то, может быть, кто-то пытается проскочить где-то. Как и велосипедисты, которые переходят на пешеходном переходе, переезжают на велосипеде. Зачастую это делают и взрослые, и дети, и получается совершенно безобразная ситуация. Вследствие чего дети потом выезжают на велосипеде и даже не задумываются. Для них это норма. Как пример, перекресток 22-го портсъезда и Старозагора. Велосипедисты едут по зебре. А по правилам надо идти по ней и толкать велосипед рядом. Курсы вождения, которые несколько раз в году устраивают ГАИ и городской спортивно-туристический клуб, посещают единицы. Как и желание получить права на велосипед. Эта тема горячо обсуждается среди законодателей и велосипедистов уже не первый год. Я вот сейчас, наверное, против немного такой инициативы касаемо прав. Потому что это лишние бюрократические проволочки на развитие любительского велоспорта, а значит здоровый образ жизни. Но я за то, чтобы велосипедистов, которые нарушают ПДД, то есть привлекали соответствующую ответственность. А пока велосипедисты передвигаются по городу без прав на свой страх и риск. Решить проблему ДТП с их участием можно. Необходимо построить в Самаре целую сеть велодорожек. Такая трасса появится на московском шоссе к чемпионату мира по футболу. На полтора миллиона рублей обманула вымогателей самарская бизнес-леди. 14 июня она стала жертвой похищения. В полиции предоставили видео с места преступления, снятая камерой наблюдения. Прямо на улице на женщину напали двое неизвестных, затолкали в машину и вывезли в лес. Там у нее отняли 20 тысяч рублей и банковскую карту, с которой преступники потом сняли 210 тысяч рублей. Также похитители потребовали от жертвы полтора миллиона рублей. Женщина пообещала, что выполнит это условие и ее отпустили. После чего дама сразу же отправилась в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими были задержаны подозреваемые. Как оказалось, мужчины были ранее судимы за совершение аналогичных преступлений. В настоящий момент в отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Государственный обвинитель запросил для Екатерины Пузиковой 7 лет лишения свободы. В Красноярском районном суде состоялись прения по делу вдовы, обвиняемой в убийстве мужа, заместителя управляющего самарским филиалом Россельхозбанка. Напомним, Дмитрия Пузикова отравили на вечеринке в 2012 году. В августе 2015 его вдову приговорили к 7 годам лишения свободы. Однако апелляционная инстанция отменила приговор, как незаконный и необоснованный. Было проведено дополнительное следствие. Последнее слово назначено на 21 июля, после чего судья уйдет на приговор. Компьютерный вирус Петя парализовал работу автозаправок в некоторых регионах России. В социальных сетях люди жаловались, что не могут расплатиться топливными картами из-за сбоя системы. Компании принимали только наличные. Ранее Роснефть сообщила о хакерской атаке на свои сервера. Возникли перебои в работе крупных предприятий по добыче и переработке нефти. Не обошло компьютерное волнение и Самару. Ну, у нас на работе говорят, что были. Я вчера не приезжал на заправку. Мы говорили, что были сбоя. Мы заправляемся по карточкам, но вчера по карточкам у нас это... Протоколки давали, что ли, я не знаю. Вообще нет, вчера не заправлялся. Все нормально, беденг кончился, сейчас заправимся. Ну, это бредители какие-то, наверное, специально слухи распространяют, что вот тут ажиотаж к выходному дню. Я думаю, это ад. Вскоре работа заправок нормализовалась. Сейчас у жителей нет проблем с покупкой топлива. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны и берегите себя. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова